Давно известно, что в русском языке не существует такого понятия как privacy, то есть некоторое защищённое и выделенное пространство личной жизни. Поэтому нам отчасти сложнее понять проблему, которая приходит к нам с повсеместным распространением всех способов мгновенной коммуникации, различных социальных сетей, публичных сайтов и всей личной жизни, которая вытащена на муку и наружу. Мы каждый день пишем про себя в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Мы позавчера и вчера ещё писали об этом в жилом журнале и в каких-нибудь, даже некоторые писали на блогах. 10 лет назад мы об этом писали книги, либо даже издавали статьи в журналах, а сейчас всё окончательно ушло в социальные сети, стало абсолютно открытым и нас перестало смущать то, что мы рассказываем о себе самые странные, самые искренние, самые откровенные вещи. У этого есть масса хороших и радующих нас черт, потому что мы легче можем узнать о том, что происходит с нашими друзьями и семьёй. Мы можем найти людей, которые думают так же, как мы, либо получить поддержку. Но, с другой стороны, это приводит к очень странным последствиям, когда оказывается, что люди, которые нас никогда не встречали и никогда не могли бы стать нашими незнакомыми друзьями, вдруг оказываются в курсе самых интимных и самых нетривиальных подробностей нашей жизни. Более того, те, кто более-менее увлечён тем, что мы пишем, либо наблюдаются на нашей жизни, внезапно оказываются наблюдателем реалити-шоу под именем того человека, за которым они смотрят. С точки зрения человека, который ищет даже не столько славы, сколько внимания, это, наверное, хорошо. Потому что получить мгновенную обратную связь о том, что ты не один, либо о том, что ситуация, которая с тобой произошла, она далеко не уникальна. Это очень здорово с точки зрения банальной психотерапии, либо какого-то обычного дружеского, либо человеческого контакта. Это очень здорово. Но с точки зрения далеко идущих последствий, это всё усиляет в такую лёгкую степень паранойи. Потому что всё, что мы делаем внезапно, оказывается на виду, а люди очень редко продумывают последствия своих постулков, очень редко продумывают, что будет завтра. А в проявлении эмоций они могут наворотить очень странные причины. Самое удивительное, что мало кто отдаёт себе отчёт о том, насколько всё изменилось. Если раньше можно было подумать о том, что я не хочу быть человеком, представленным в соцсетях, я не хочу, чтобы обо мне что-либо узнавали, и поэтому я не буду регистрироваться во ВКонтакте, или в Фейсбуке, или в Однопастниках. Сейчас достаточно того, что все пятеро, семеро, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сто ваших друзей зарегистрировались в соцсетях, а вы проводите с ними время. Так как с большой вероятностью вы не можете бросить ваших друзей, а ваши друзья, скорее всего, очень любят новые игрушки, у них обязательно есть телефоны с камерами, у них обязательно есть новые зеркальные фотоаппараты, у них есть часто специальные экстремальные видеокамеры, которые снимают в любых условиях, включая прыжки с парашютом, то неизбежно, что и вы тоже окажетесь в качестве фотомодель очередной фотосессии одного из своих друзей. Это принимает экстремальные формы, когда те или иные ваши фотографии или видеозаписи попадают в чужие руки. Например, когда кто-то из друзей ваших друзей вдруг получает доступ к фотосету, который был сделан с какой-нибудь особенно веселой студенческой либо корпоративной вечеринки. Вдруг оказывается, что ваши фотографии в не вполне приличном виде выложены на публичном сайте для всего общего обозрения. И что самое интересное, их очень легко и быстро находит Google, который не так давно дал нам возможность искать по картинкам и определять лица людей точно так же, как это делают сейчас Facebook и учатся делать ВКонтакте. К чему это все у нас ведет? Скорее всего, через 3-4 года соцсети окончательно научатся определять людей без участия других людей. То есть вам не нужно будет отмечать своих друзей в фотографиях и писать напротив каждого лица, кто это такой и в каких обстоятельствах вы были. С большой вероятностью программы и сервисы смогут делать это сами. То есть они будут автоматически собирать в коллекции все фотографии, снятые примерно в одно время в одном месте. Они будут определять, кто там был, когда, в какой компании и в каком настроении. И можно предположить, что в какой-то момент мы увидим настоящий триумф технологического прогресса, когда по фотографиям программа научится определять и степень алкогольного или наркотического пения. Все это застревает в поисковых системах и в соцсетях и в конечном итоге извлекается наружу по мгновению не то чтобы волшебной палочки, но скорее по нажатию 3-4 клавиш, которые набираются вашим будущим нанимателям либо потенциальным партнерам. Единственным способом для того, чтобы как-то справиться с бесконечным потоком сведений о каждом из нас, становится жизнь скорее актера лицедеи, когда мы вынуждены тщательно продумать практически каждый свой шаг. Мы думаем о том, что нас могут снимать каждую секунду, мы каждый момент думаем, что являемся героем реалити-шоу, и в этой ситуации мы вынуждены быть кем-то, кем мы не обязательно являемся в то время, когда нас не смотрят камеры. То, что мы называем дезинформацией либо лицедейством, на самом деле лишь одно из удивительных проявлений современной культуры, которые можно назвать культурой мошенничества, культурой аферистов и трикстеров. И вполне возможно, что, являясь частью постоянного глобального непрерывного спектакля, мы на самом деле станем умнее, красивее и более ответственно станем подходить к тому, что мы делаем, как живем и о чем думаем.